В администрации прошло совещание, посвященное вопросам безопасности дорожного движения и теме загруженности дорог областного и муниципального подчинения. Последняя проблема стоит на повестке дня уже давно. Кардинально решить ее в условиях постоянного увеличения количества автотранспорта сложно. И тем не менее, работа идет. На совещании Владимир Ружицкий выслушал ряд конкретных предложений, которые, возможно, смогут дать люберцам и местным жителям вздохнуть свободно. В начале совещания речь пошла об обеспечении безопасности дорожного движения около детских и общеобразовательных учреждений. Как отметил начальник отдела ГИБДД Илья Атаманов, в целом эта проблема в городском округе решается своевременно и в соответствии с установленными требованиями. Однако остается ряд школ, где этому вопросу нужно уделить дополнительное внимание. Затем была затронута тема, которая волнует всех жителей Люберецкого округа – загруженность основных автодорог. Необходимо определиться с организацией движения. На центральном перекрестке есть мнение организовать одностороннее движение, кроме общественного транспорта, на участке от Волковской площади до центрального перекрестка, потому что у нас общественный транспорт выходить не может. Но для этого мы делаем одностороннее движение на улице Волковской в сторону тоннеля. Тоннель мы тоже завязываем в одну сторону. Если по тоннелю пустить транспорт только с южной стороны города на северную, то автоматически рождаются решения, ведущие к перераспределению нагрузки на Комсомольском проспекте и съезде со стакады. Если мы сделаем съезд с новой стакады, поворот налево, это возможно, если у нас два пешеходных перехода с интервалом на 50 метров. Тот, который в створе Макдональдса, мы убираем, оставляем тот, который напротив под осинок, делаем перильное ограждение, чтобы исключить поражение людей. Это также позволит уменьшить поток машин на повороте на улицу Власова. Чтобы разгрузить улицу Кирова, было предложено на некоторых участках, расположенных вблизи от неё, организовать круговое одностороннее движение. Крайне проблемные дороги – это Егорьевское и Зенинское шоссе. Ситуация там усугубляется и бурным жилищным строительством. По каждому шоссе должны быть схемы какие-то, чтобы мы могли вывести сюда на монитор, с ними обсудить, обговорить, чтобы у них это дело улеглось под протокол. А дальше ставим задачу, потому что они будут привлекать какую-то специализированную организацию для проектирования. Перед руководством муниципалитета стоит одна задача – разрубить узел трёх шоссе, тем самым сделать транспортную сеть свободнее. Ольга Щевелёва, Кирилл Евгеньев, телеканал ЛРТ.